Добрый день, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markes и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о ослаблении американского доллара, росте фондовых индексов, ну и что ждать от ФРС сегодня. Итак, перед началом напоминаю, что не забудьте поставить лайк, если вам нравятся наши видео, а свои вопросы оставляйте в комментариях. Итак, сегодня доллар продолжает снижаться, но вчера на вторник американская валюта стала самой слабой среди представителей большой десятки. Улучшение аппетита к риску инвесторов обусловлено расширением списка стран, которые планируют в ближайшее время ослабить карантинные ограничения. Так, например, Франция с 11 мая отменяет специализированные разрешения на передвижение. Эти ограничения действуют в стране с 17 марта. Также важно отметить то, что уже многие европейские страны начинают представлять даты по уменьшению карантинных мер. Также уже есть определенные заявления в США, то есть постепенно мир возвращается к нормальной жизни, что безусловно вызывает интерес вновь к инвестированию в акции, в фондовый рынок. В том числе это является средством роста аппетита к риску, ну и в том числе снижения американской валюты, потому что пока была неопределенность, все безусловно уходили в американский доллар, и поэтому мы видели тот рост, который происходил последний месяц. Также напомню, что сегодня состоится заседание ФРС, на котором участники вряд ли ожидают изменения процентной ставки. Напомню, что сейчас она находится на нулевом значении, но важно понимать, как долго ФРС намерен сохранять эту ставку на столь низких значениях. Но и в целом важны заявления о том, как обстоят дела на текущий момент с экономикой, и что в принципе ФРС планирует делать, и что ждать. На текущий момент, когда мы с вами перейдем на графики, мы с вами увидим определенную тенденцию того, что сейчас многие фондовые индексы вновь подходят к локальным максимумам с момента начала медвежьего рынка, и на текущий момент, в ближайшие пару дней, может сформироваться как раз коррекционное движение, что в первую очередь интересно для использования данной ситуации для трейдера. То есть вот я для себя буду искать, например, интересные возможности как раз открыть сделки после тех заявлений, которые могут происходить, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках, и мы начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Например, здесь на текущий момент у нас также сохранится фаза восходящего движения с точки зрения часового таймфрейма, с точки зрения дневного таймфрейма мы находимся не то чтобы очень высоко, да, я имею в виду сейчас евро, это область 1.08, но тем не менее здесь, если продолжится, как раз риски будут выше, чем на текущий момент рынок закладывает, то мы можем увидеть еще одну волну снижения по евро в область 1.07, а то и 1.06. Поэтому сейчас, ну вот здесь я новых покупок не открывал, здесь цена не дошла до моего отложенного ордера, поэтому сейчас пока здесь сделок открывать не буду, подожду уже после того, как ФРС скажет свое мнение, да, представит дальнейшие планы, видение, уже после этого посмотрю, как рынок среагирует. Если мы уйдем ниже минимумов, которые были сформированы вчера, то переверну здесь на продажу, но буду искать также более оптимальную точку для входа. По британской валюте здесь мы видим с точки зрения числового таймфрейма продолжение укрепления, да, британской валюты на фоне как раз ослабления американского доллара. И на текущий момент от локальных максимумов сегодняшнего дня сейчас фунт корректируется. Здесь торговля будет идти по точно такому же сценарию. Если мы сегодня закрепляемся ниже минимальной значения вчерашней торговой сессии, то здесь, я считаю, это будет также интересная возможность для входа на продаж, то есть для открытия новых позиций, поэтому за фунтом, за евро буду пристально следить. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы подходим к локальным минимумам, которые мы видели в середине апреля. Здесь минимум был на 1.382, сейчас торгуемся на 1.3940. Сохраняется нисходящее движение, но вот здесь как раз интерес в противоположном, это именно в России. То есть, опять же, я сейчас говорю о том плане, который может произойти, но не обязательно произойдет. Если ситуация будет вот то, как я сейчас рассматриваю, то для меня это будет как раз интересная возможность для входа. То есть, если доллар пойдет вновь на укрепление, то как раз вот сейчас по многим активам интересный уровень, то есть доллар на укрепление, фондовые индексы на снижение. Вот как раз от этого и буду отталкиваться с точки зрения формирования своего торгового плана. Поэтому здесь ближайший локальный уровень, обновление которого здесь я жду, для того, чтобы начать покупать, это 1.4074, закрепляемся выше данного ценного значения. Затем при коррекции, так как вчера день был довольно-таки волатильным и вряд ли получится входить от уровня пробития, то вот где-то от 1.39 до 1.40 как раз было бы интересно присоединиться. То есть, сначала уход вверх, затем ретест вниз, и вот оттуда уже было бы интересно входить на покупки. По паре американский доллар, японская иена здесь продолжается снижение. С точки зрения часового таймфрейма здесь сегодня мы обновили уже локальный минимум. Но здесь картина нам присутствует точно такая же. То есть, опять же, мы вышли из того диапазона, который был последние пару недель, обновили локальный минимум, но фактически это может оказаться ложным пробоем уже на более старшем таймфрейме. Фактически с этих уровней мы можем пойти также и в рост. Поэтому здесь данную ситуацию я тоже буду для себя отслеживать и искать возможность купить, если на то будут, соответственно, поданы определенные сигналы. По австралийцу продолжается рост. Вот как раз австралийц сдержу сейчас та сделка, которая у меня открыта с 24 апреля. Сейчас находимся уже в зоне перекупленности 65.29 локальный максимум, но, безусловно, не исключаем и дальнейшее продолжение роста. С точки зрения часового таймфрейма сегодня обновили локальный максимум. Стоп-лосс у меня уже перенесен в плюс за минимум как раз вчерашней торговой сессии. Но здесь уже хочется закрыть данную сделку, скорее всего, перед, если мы сильно не уйдем от текущих уровней, то перед как раз заседанием ФРС сделку я закрою, но дальше уже будут смотреть по факту, что произойдет. Но на текущий момент здесь сохраняется движение восходящей. Закрыть сделку я хочу лишь только по той причине, потому что есть уже определенно накоплена прибыль и нет желания ее растерять, что называется, по дороге, потому что никогда не знаем, что может произойти после заявления ФРС. По новозеландцу также здесь продолжается восходящее движение. Не так сильно перекуплен новозеландец, как австралиец. Мы не обновили еще максимум апреля, поэтому здесь более вероятно как раз сохранение восходящей форматы. Сегодня торгуемся уже выше максимума вчерашней торговой сессии, но в целом здесь картина, она плюс-минус точно такая же. Если мы уходим ниже минимума вчерашней торговой сессии, ну не очень интересно это будет с точки зрения входа, но тем не менее движение на нисходящее здесь тоже может поменяться. Золото корректируется. Мы видим, что попытались мы вчера продавить ниже области 1692-1693, но не смогли уйти ниже данного значения, закрылись примерно по ценам открытия. Фактически данная ситуация как раз может стать разворотной для золота и дать новый импульс для возобновления как раз восходящего движения. Но для полноценного отслеживания как раз роста по золоту нам нужно дождаться закрепления выше максимума, который мы видели вчера по цене 1715, и вот уже после можно искать покупки. Но здесь опять же для меня больше интерес возврат где-то в область 1695, и возможно там, если этот сигнал произойдет сегодня, то туда я поставлю отложенный ордер и попробую войти на коррекции, которая здесь может произойти. Фондовые индексы показывают локальный максимум за последние два месяца, с момента начала снижения, которое мы видели, как раз пик, который пришелся на 19 марта, и собственно сейчас мы немного обновили локальный максимум, но пока, то есть здесь мы видим, да, восстановление, пока отказываются от карантинных мер, но фактически здесь очень большой роль играют те стимулирования, которые проводят как Европа, так и США. Фактически здесь мы можем ожидать еще одну волну снижения, она никуда не девается, она никуда не исключается, но бессловно, что сейчас рынок растет на определенном позитиве и на интересе как раз инвесторов к риску. Соответственно здесь я для себя, ну по крайней мере не исключаю факт начала нисходящей формации, для меня это было бы, наверное, более интересно в текущей ситуации, чтобы я присоединился на продажу, поэтому здесь я буду смотреть, как цена сегодня будет торговаться, сможем ли мы обновить локальный максимум, который был вчера, и если мы уходим ниже минимума вчерашней торговой сессии, это 10.632, то здесь я для себя рассмотрю продажи с ожиданием еще одной волны снижения по индексам. Ну и точно такая же картина по S&P 500, здесь мы немного обновили максимум, который был в середине апреля, и пока не ушли выше максимальные значения, которые были сформированы вчера, поэтому здесь если будет обновление минимума вчерашней торговой сессии, закрепление за этим уровень, затем ретест, то вот как раз данную ситуацию я для себя, для входа, вновь на продажи, тут тоже буду рассматривать, и здесь эта ситуация может быть довольно-таки интересной. По нефти, как я уже говорил, позиции я закрыл, сейчас нефть все-таки продолжает пока снижаться, бренд немножко вчера остановилась по CFD контракту на 18.50, подросли к концу торговой сессии, сейчас уже несколько корректируемся, VTI продолжает снижаться, пока здесь нет локальных сигналов на возврат как раз к покупкам, поэтому здесь я пока сделок и не открываю, хотя по фьючерсу на июне мы вчера смогли закрепиться выше как раз максимума 28 апреля, что дает предпосылки на то, что мы можем ждать и возобновления восходящего движения. Вполне возможно, что здесь мы увидим коррекцию, если цена не уйдет ниже минимальных значений 28 апреля, то продолжится здесь рост, и вот данную ситуацию тоже для себя рассмотрю для дальнейших действий. Ну а на сегодня это все, вот такие торговые идеи, такие планы, ну как всегда всем желаю быть крайне аккуратным в торговле, контролировать риски. Спасибо всем за внимание, не забудьте поставить лайк, и ваши вопросы, которые у вас появились к теме сегодняшнего видео, оставляйте также в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, и увидимся уже в пятницу. Всем спасибо за внимание, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok